Рамзан Кадыров в очередной раз объявил нам войну. Это уже случалось, случалось многожды, но наиболее памятный случай – это случай с Кондопогой. Если помните, тогда Рамзан Кадыров объявил, что он сам будет разбираться в том, что случилось на территории, которая ему не подведомственна, и что означает сам, когда у него нет соответствующих полномочий, это означает приготовление к преступлению или прямо объявление о преступлении, о том, что он будет заниматься действиями, превышающими его полномочия, как руководитель администрации Чеченской Республики, а вовсе не Карельской Республики. У меня вопрос не столько к русским, сколько можно терпеть Путина, это, в общем-то, вопрос уже ему, как говорится, сто лет в обед, а вопрос к чеченцам – а вы вот эту жирную свинью сколько будете терпеть? Он же кровник, наверное, половины Чечни. У нас у русских кровная месть не принята, но мы люди не злопамятные, тем не менее помним все. И Путину припомнится в свое время все, что он здесь натворил. А вы-то своей вот этой свинье, которую вы никогда не выбирали, мы, конечно, Путина тоже никогда не выбирали, а вот этому отродью, извините, без мозгов, без заслуг, увешанного наградами, генерал-полковник, он получил звание от Путина, вы его сколько будете терпеть? Вот этого покрывателя бандитов, этого организатора разнообразных преступлений, вы сколько его будете терпеть? Вы считаете, что наши слезы вам не отольются? Или слезы тех, кого он истязал, не отольются? Этот человек, который сказал, что он первого русского убил в 16 лет, эти слова зафиксированы и многократно повторены. И он не стыдится этого, как и многие бандюки, которых он набрал в так называемый государственный аппарат. Я еще припомню и хотел бы обратить внимание на предысторию, каким образом это существо оказалось в руководстве Чеченской Республики. Это же был сопляк, которого Путин назначил руководителем правительства Чеченской Республики при его отце Ахмате Кадырове, который был якобы избран президентом Чеченской Республики. Никогда он не избирался, это точно, никаких выборов не было. Зато было покушение, которое привело к смерти Ахмата Кадырова на стадионе, там его взорвали. Я думаю, что с участием спецслужб для того, чтобы как раз продвинуть его СНК на вот этот пост, на который он тоже никогда не избирался, все выборы, какие выборы могли быть в условиях войны, в условиях тотального террора, в условиях так называемой контртеррористической операции, которая не прекращалась. Как можно было утвердить или референдум подтвердить Конституцию Чеченской Республики? Не было никакого референдума, так же, как и референдум в 1993 году вовсе не утвердил Конституцию Российской Федерации. Вот о предыстории. Я написал об этом в своей книжке «Вспомним Родину», которая документировала события уже довольно давних лет, 20-летней давности, вот 2004 год, это дискуссия, когда якобы Кадырова-старшего избрали на пост президента. Конечно, его не избирали, этого просто не могло быть. Во-первых, в этой дискуссии, это была телепередача «Свобода слова», не помню уж на каком телеканале, Кадыров говорил о том, что вообще чеченская война – это только вина центра, то есть вина Ельцина, и на него надо все переложить. И Путин именно в этом ключе действовал. То есть я не я, и хата не моя, не я вводил войска, никакого терроризма не было, растекания террористической опасности по стране не существовало. Это все Ельцин, давай сваливай все это. И вот Кадыров говорит, что не доказано, что теракты готовятся в Чечне. Что я должен сказать? Я должен защитить свой народ, которым я доверил свою судьбу. Это ложь, конечно, не было никакого такого доверия. Я буду это делать и буду защищать их права со стороны федералов и со стороны бандитов. Ну, во-первых, у нас нет выборов, чтобы какой-то народ выбирал себе лидера. У нас такого нет, у нас нет общинного принципа выдвижения каких-то политических лидеров. Если Кадыров и стал, еще раз напомню, что речь идет о Кадырове старшем, если он и стал руководителем Чечни, то это не руководитель чеченцев, который защищает там от всех и так далее. Каждому свое, ты там, на своей территории, занимайся тем, чем обязан. Ну, он и этого, естественно, не делал. Он как раз считал, что его выбрали главой всех чеченцев. Хотя там, на территории Чечни, гражданская война шла. Чеченцы убивали чеченцев. Не только русские и чеченцы друг с другом воевали. Вот, нигде не доказано, что теракт, который прошел в Москве, в метро тогда произошло. К сожалению, об этом... Ну, у него такая бессвязная речь, он по-русски плохо говорит. Выражал свои соболезнования, никем не доказано, что это сделано в Чечне. Подготовлен, приехал человек, сел в вагон, он не может с этим поясом проехать или сумкой проехать сюда. Я думаю, что здесь все было подготовлено, имеется в виду в Москве. Потому что всем нам собраться, не критиковать сегодня одну Чечню и чеченский народ, обвинять их во всем, наоборот, посмотреть, что же это за люди. Да кто же обвинял чеченцев-то всех подряд. Обвиняли бандитов, которые свели там себе гнездо. Подход сегодняшнего президента единственно верный. И назначение Кадырова, это он так про себя в третьем лице. Он знал, что я был с Дудаевым, что я был с Масхадовым, что я призывал к войне. Он все это знал. Это такое саморазоблачение. Но единственный, кто мог встать против них, это был Кадыров. Но он имеется в виду против тех же самых Масхадова, Дудаева уже не было. У меня тогда было четыре человека, когда я встал против, как вы тут начали, против течения Бен Ладена, если хотите, или ваххабизма. То есть вот реальный потенциал. То есть не было ничего у Кадырова. Ничего. На помойке где-то его нашли. И путинцы и чекисты стали его раскручивать. В глазах тех же чеченцев. То есть он был и никто в глазах чеченцев. Никто, абсолютно никто. И вот он был там и с теми, и с теми, на третьих ролях, призывал к войне. Ну, враг России и русских. Это абсолютно было очевидно. А Путин его назначает. Я против них воюю с конца 96-го года. Но никто не помогает. И поэтому я извиняюсь. Ну и так далее. Поэтому продолжается война. Потому что те, которые развязали войну, не дают закончить ее. А кто не дает закончить? Конкретно вот фамилию он же не назвал. Кто не давал закончить войну? И во время войны вдруг объявляется такой лидер чеченцев. И тут он еще признается. Я вообще нигде не был. Я нигде не был в 94-м году. То есть он был никто. А в 96-м году он стал кто? Его пытались раскручивать. Его раскручивали, раскручивали, раскручивали. Это креатура не чеченского народа еще раз. Не тех, кто хотел прекратить войну. И не тех, кто хотел продолжать войну. Это вообще никто. Пустышка, взятый просто ниоткуда. Именно поэтому требуются всякие акты его прославления, которые сыночек организует. Именно для того, чтобы показать, что он вообще не спустился на парашюте в Чечню. И что там есть какая-то предыстория. Да нет ее. Нет, это абсолютная пустышка. Пустышка интеллектуальная, пустышка политическая. Во всех отношениях просто пустой человек. Просто дырка от бублика. И вы, чеченцы, терпите это существо. Послушайте, что он несет. Эту речь, в которой он не может связать двух слов. И одновременно он еще угрожает. Что он там кого-то будет... Я вот прям возьму и убью. Он об этом открыто говорит. Я возьму и убью. На всю страну это известно. И кремлевский пахан его продолжает покрывать. И дальше я в этой книжке пишу. Может быть поведение Кадырова чем-то мило, чеченца, но любому русскому оно отвратительно. Это самозванец, которого Путин из бандита переквалифицировал в борца с бандитизмом. Который ничуть не собирался отказываться от своих русофобских взглядов. И не желал признавать геноцид русского народа массовое убийство русских и изгнание их из родных городов. Выступая как хозяин всех чеченцев, Ахмат Кадыров дал пример своему сыну-бандиту, которому власть была передана как наследственная. Ни того, ни другого никто не выбирал в Чечне. Выборов никогда не было. После изгнания русских в Чечне геноцид сменил лишь направление. Он стал автогеноцидом. В Кремле это встречали с большим одобрением и сквозь пальцы смотрели на чеченский бандитизм, распространившийся по всей стране. Чисток России от бандитов с 1992 по 1993 год не производилось больше никогда. Власть переплеталась с бандитизмом и стал спонсором Чечни, которая фактически отделилась в суверенное государство, которому Путин ежегодно выплачивает контрибуцию. Структура налоговых поступлений показала, что в Чечне никто не работал. Деньги поступали в карманы Рамзана Кадырова и его приближенных, а потом распределялись так, как будто это подарок лично от Аллаха Владимировича. Более того, в последующие годы Чечня стала местом, где бандитов готовили уже официально, как бойцов спецподразделений, чьи жизненные установки ничем не отличаются от установок. Те, кто резал горло пленным русским солдатам и отрезал уши, пытая их перед смертью. Вот такая еще раз вот эта книжка, вы можете у меня ее заказать. Здесь много тем поднимается, но вот одна из тем касается современной ситуации. Кандапогой тоже я в свое время занимался, и по поводу Кадырова, который тогда был еще только председателем правительства Чеченской республики, я тоже в Государственной Думе высказывался неоднократно, за что получал ответные характеристики от кадыровских халуев, но вот теперь Рамзанко, уже совсем потеряв рассудок, объявил, что он готов убить любого, кто потребует от его дочери снять хиджаб. Просто потребует. А сам-то он чего-нибудь потребует от других, требовал от других, за что его требуется. В места не столь отдаленные отправить и добрашивать долго и до выявления всех преступных связей, которые он организовал, которым он причастен. Я думаю, что наличие подобных людей в системе государственной власти говорит о самой этой государственной власти, что она и не государственная, и не власть.